я классная ну я из я думаю что я из современной мечты те которые после дикой мамочка из декрета которая пытается чего-то добиться сейчас я руководитель самым агентство ну и плюс я занимаюсь своим блогом просто так вышло то есть это не было какой-то там огромной цели или еще что-то просто вот так свезло с декрета все началось декрета я сидела в декрете и мы с малышкой все время были 24 на 7 и я поняла что не отмирает тихоньку мозг я начала писать по долгу службы я вообще с госслужбы у меня привычка писать отчеты и все остальное писать от руки но тогда от руки как-то сильно уже не было то ли возможности то ли уже телефон всегда был под рукой как-то я уже успел у забываю эти моменты и мы начали ходить с мужем национали отпускать ресторан и у меня была рубрика рыжий критик и я просто писала о ресторанах где вкусно где невкусно где хороший обслуживание где не очень хорошие короче говоря такое соотношение через год меня через на всех ресторанах и тогда я поняла что слова нашла меня буквально но соответственно этому рубрика и прикрылась потому что я поняла что со мной все хорошо а без меня все как обычно я очень сильно не люблю когда люди только негативят, то есть я говорю, да, можно над чем поработать, но, допустим, здесь вот замечательные, не знаю, пироженки, вот просто первое, что в голову пришло, да, мясо так себе, но бузы были восхитительные, вообще, что вы хотите от этнического ресторана, какие стейки подавать, ну, то есть что-то вот в этом духе у меня было. А конфликтов никаких не возникало? Возникало. У нас, я не буду называть, я считаю, что это не экологично называть, то есть у нас с одним рестораном, мы пришли, я говорю, ну, как-то, говорю, вот с обслуживанием, говорю, вот вы прям просели, то есть раньше было лучше, то есть, а мы сейчас сидели, ждали, и, ну, то есть, но, тем не менее, я сказала, что кухня вкусная, и у меня столько вылилось негатива, что да вот, да вы, да то, да сё, да пятое, да десятое, потом какой-то период этой рубрики не было, а мои подписчики, они до сих пор этого ждут. Я сходила в еще один ресторан и сказала, что это слишком дорого, то есть слишком дорого для той еды, которую подают, но это действительно было, там такой был очень бодрый, заряженный чек, но, то есть, не обслуживание, не хорошее, то есть, всегда чек в ресторане, это же не только еда, это вот вся атмосфера, обслуживание, через сколько, как тебя понимает официант, слышит он тебя, не слышит, чистый ли туалет, это все складывается в чек. Я говорю, когда у тебя так чек один, точнее, ожидание чека, да, там, грубо говоря, там, пять-семь тысяч, а по факту твое удовлетворение где-то на две, то как бы, ну, такое, да, вопросики пошли, пошли вопросики, почему так, и тогда очень, я первый раз столкнулась настолько с прямым негативом, когда мне желали смерти, вообще желали, там, горит его дуда, кто-то такая, боже мой, я же ничего такого, ну, то есть, при том, что я сказала, что действительно вот эти блюда были вкусные, ну, вот, ну, с персоналом нужно работать, то есть, я действительно считаю, что у нас, в принципе, везде с персоналом нужно работать, и не только у нас. Сфера обслуживания, да. Да, то есть, сфера обслуживания – это сфера обслуживания, с ней нужно работать постоянно, нельзя набрать сначала одних и потом, что все было прекрасно, это постоянная работа, и я вообще считаю, что общепит – это тоже великое действие, те люди, у которых он действительно хорошо построен, я ими восхищаюсь, то есть, как вы это смогли сделать с современной текучкой и всем остальным. Я не вижу в этом, то есть, я не видела тогда и я не вижу сейчас, то есть, каких-то оскорбительных моментов, просто я к вам пришла и говорю, вот мои впечатления. У меня вот они такие, они могут отличаться от всех остальных, и это нормально, я всегда говорю, что это вот мой субъективный мир. Вы можете это воспринять, а можете не воспринять, но все люди по своей сути субъективны, поэтому это одно из мнений. Я знаю, что ты из обеспеченной семьи, ты выросла в обеспеченной семье, то есть, в 90-е годы, когда многие там… Нет, мы тоже голодали, а мы потом стали обеспеченными. Ага. Вот, расскажи об этом. Из какой ты семьи, где ты росла, в каких условиях? Ну, по-разному было. Я думаю, что в 90-е у всех было по-разному, на самом деле. Я помню, как мы с братом, двоюродным братом и единственный ребенок в семье делили сникерс по линейке. Наверное, это было у всех, да? Сникерс по линейке, это какая-то… Ну, я четливо помню, что… Притом я помню, что он меня обманывал. Кирилл, у меня к тебе вопросы до сих пор. То есть, ну, мне повезло, действительно, я помню, что у меня… У меня дедушка был директором комбинации «Байкал-Лес». То есть, в принципе, я была у бабушки с дедушкой, меня кормили вкусно и хорошо. Но я знаю, что родителям этот момент пришлось очень не сладко. Потом была школа, потом университет. Еще один университет. Да, вот. И, насколько я знаю, там была какая-то история с красным жуком. Да, у меня был красный жук. Университет? Ты хотела красного жука, а у тебя… Я хотела желтого, но папа, по-моему, не расслышал. Да, мне на 18 лет папа подарил красного жука. Но мне кажется, это был его коварный план, чтобы знать, где я нахожусь. Потому что машина была одна в городе, и везде видели, все знали, что это мой жук, и все знали, где я нахожусь. То есть, так что, типа, ты такой спрятался и поехал куда-то там, такого не было. Слушай, не было ли зависти у других? Чувствовал ли ты это? Опять же, ситуации бывали разные. Но я действительно считаю, что нет смысла судить людей по одежке. То есть, есть прекрасные люди, которые там не так обеспечены. Сейчас я плакать буду, да, опять? А есть… Это, наверное, в кадр не должно идти, которое не очень хорошее, но при этом гринга. То есть, деньги – это не показатель ничего. Деньги – это такая, знаете, в моем понимании, лакмусовая бумажка. То есть, если ты был так себе, то с деньгами ты еще хуже. А если ты был нормальный, то с деньгами тебя они не испортили. Правда, какой ты внутри? Да. Не деньги портят людей, люди сами себя портят. А что их портит? А их внутренние убеждения. То есть, это вот тут, знаете, я вообще считаю, что есть какие-то врожденные качества. То есть, он врожденно хороший. Есть люди, которые говорят, он врожденно хороший, он такой всем помогает. Он такой вот прям хороший. А есть врожденные такие хитрые, притом не авантюристы, а аферисты. То есть, это же разное понятие, да? Авантюристы – это такой, я сейчас все, я авантюрист. То есть, давайте разберемся там, потом будем разбираться, потом будем решать, кого-то били. А есть аферисты, которые пытаются кого-то там обмануть и так далее. И если ты как бы без денег аферист, то с деньгами ты будешь еще просто больше аферист. Ты сейчас успешный, это понятно. Были ли моменты, когда ты чувствовала себя гадким утенком, возможно, или у тебя какие-то комплексы, возможно? Мне кажется, я себя вообще гадким утенком недавно перестала чувствовать. Я… мои родители отдали меня в школу раньше всех. То есть, я в 15 лет закончила школу, и, соответственно, в 20 лет я закончила высшее образование первое получила. Почти, только в 6, получается. Мне исполнилось 6, через неделю я пошла в школу. Ну, по факту, то есть, я в конце августа, а заканчивается же в июне. То есть, я университет закончила в 20 и школу в 15, 11 класс. И я всегда была мелкой, ну, точнее, притом, я всегда всех была выше, естественно. Ну, вот именно, что я всех младше, ты малолетка, ты рыжая, ты как таракан выглядишь. У тебя там, когда у девочек все уже все появилось, у тебя еще там ничем не пахло. Собственно, 20 лет прошло, все еще тоже не изменилось, ну да ладно. То есть, и я все время считала себя, ну, такой, ну, такой вот. Ну, где-то там. То есть, есть красивый, есть нормальный, а есть я. Ну, вот там. Зато я умная. У меня богатый внутренний мир. Я говорю, у меня ничего не выросло, мне нужно было развиваться в богатый внутренний мир. А сейчас про агентство свое расскажу. Как ты пришла к этому, как ты его открыла? Случайно. Мне вообще кажется, меня как будто кто-то сверху за руку ведет. У нас в свое время мы открывали бизнес. Это были чехлы для телефонов на им мешках. И мы не могли найти агентство. Точнее, мы прошли всех. И меня все время не устраивало качество. То одно, то второе, то третье, то пятое, то десятое. Я говорю, вот здесь не так, и то, не то. И в какой-то момент, то есть, я поняла, что лучше меня никто не сделает. Я говорю, все, я говорю, мы все, я введу здесь Инстаграм. Проходит месяц, и к нам приходит, ну, по знакомству одна девушка и говорит, сколько вам нужно денег, чтобы вы ввели мой Инстаграм? Я говорю, а мы не введем. Он говорит, почему? Я говорю, ну, не знаю. Он говорит, не-не-не, денег-то сколько надо. Ты скажи, сколько тебе надо денег, и ты будешь его вести. Я говорю, а, вот так, да? Так, да ладно. А у меня подруга, она прекрасный копирайтер, то есть, мы уже, в принципе, вместе работали в этом проекте. Я говорю, ты что, я говорю, думаешь? Она говорит, ну, значит, так надо? Это знак свыше. А сама ты пишешь? Нет, я больше по визуальной части. Визуал. И плюс руководишь? Да. А женщина руководитель какая? Какими качествами должна быть? Ее должно не штормить на гормональных качелях, в первую очередь. Ну, на самом деле, у нас очень много, часто эмоционально превышает рационально. И я знаю, что это не только мой бич, это бич большинства женщин. То есть, когда вот тебя захлестывают эмоции, ты не можешь ничего сделать. То есть, я вот в этот момент всегда пытаюсь просто сесть и успокоиться, сказать, а теперь давай мы отодвинем твои эмоции, вот это, что тебя там обидели или еще что-то. Вот в этой ситуации какое будет самое верное решение? Там, уволить сотрудника или, наоборот, с ним поговорить нормально, чтобы он остался, потому что он там перспективный. То есть, взвесить все плюсы и минусы, не принимать решение в моменте. Я понимаю, что жизнь нужна в моменте, как сейчас модно, да, в той песне, но принимать решение в моменте – это очень плохой план. Нужно успокоиться, подумать, переспать с этой мыслью, а потом уже принимать какие-то решения. Ну, а ты сразу такой была? Ну, нет, конечно. Ты что-то с трудом берет, ты как-то, вот, мне кажется, это отлично. Мне кажется, очень сложно тебе так раз. Фу, погнали. Я просто, я захожу в офис, и у меня это… Сейчас я выпью кофе, и мы будем работать. Нет, у меня как бы, да, у меня действительно такой характер. То есть, я из категории «давайте влезем в драко, потом будем разбираться, кого бьют». Но, тем не менее, то есть, это вот как раз сколько у нас уже больше полтора года, чем агент, больше, чем полтора года нашему агентству, и за вот эти полтора года, то есть, у нас были разные ситуации, я поняла, что пора выключать эмоции. Эмоции пора выключать не только в агентстве, а вообще в принципе. Потому что, если из проблемы убрать эмоции, останется только ситуация. Проблем нет. К нам не приходят, если приходят, то ненадолго люди, которые не очень приветствуют новаторство и креатив. То есть, я недавно просто поняла, что как бы у нас иногда есть такая грань ватерлинии. То есть, мы можем даже немножко переступить. Есть у нас такие, знаете, заигрались. Но это творчество в потоке, а творчество в потоке заниматься очень сложно. То есть, креативить 24 на 7 весьма сложно. И когда ты немножко даешь себе больше, то есть, мы ждем, что с той стороны тоже будут радостно хлопать в ладоши. Потому что, допустим, откровенно мы понимаем, что это все зашло, все классно. А клиент говорит, ну нет, давайте вот просто, вот как в 2016 году делали, так и сделаем. И мы такие, ну ладно, ну давайте, давайте не будем. И как-то, на самом деле, все проходит так само, то есть, они сами как-то... Отделивают. Да. А последнее время к нам стали приходить клиенты, которые с порога говорят, знаете, у меня есть мечта. Я первый раз, когда услышала, ну интересно, вот я вообще первый раз слышу, да, когда человек заходит, говорит, у нас есть мечта, вот сделай там то-то, то-то. И вот сейчас уже третий или четвертый клиент приходит и начинает наш разговор, он говорит, я говорю, что вот, он говорит, у меня есть мечта. Я говорю, интересно. Слушай, я с тобой сейчас разговариваю и понимаю, что могу ошибаться. У меня есть схожесть, да, в этом плане с тобой, что мне, допустим, за какой-то улыбкой, за чем-то легче скрыть какие-то моменты. Это вот у тебя стиль жизни или ты иногда бывает, что надеваешь маску, когда тебе вот... А когда мне ***, я, прошу прощения, да, можно слово *** говорить на телевизии, когда мне ***, я лежу дома. Я лежу дома, я там не скачу в Инстаграме, ничего не делаю, то есть я просто даю себе пострадать. Но я хочу пострадать, я имею на это право. Я в конце концов устала. То есть я лежу на кровати, плачу, жалуюсь мужу на жизнь, он говорит, да-да-да, у меня сумки закончатся, и все будет хорошо. То есть мне нужно пострадать. Или, допустим, я могу идти гулять. То есть я могу просто взять наушники, пойти гулять. То есть, а вот так, что прямо... Я не делаю ничего через силу. Мне кажется, это... Ну, это недальновидный план. Это потом с собой очень сложно договориться. А я с собой хочу быть в ладах. Самый первый человек, с которым я хочу быть в ладах, это я должен быть в ладах самой собой. Остальное все уже приложится. На самом деле, дети, они вообще удивительны. И если постараться отпустить все то, чем учили нас, и просто встать со стороны, ты поймешь, сколько они тебя учат. Не ты их, а они тебя. То есть я понимаю, что моя дочь, она так великолепна уже вот эти свои детские маленькие манипуляции. Притом они уже не на нулевом левеле, когда она там типа, я, если ты мне мороженое не дашь, я спать не буду. А уже вот так вот прям, то есть она уже вот триггерит. То есть она там, вот мама, понимаешь, я не хочу быть удобной, всем в саду я. Пять с половиной лет я сижу, смотрю, думаю, что у нас будет к подростковому возрасту. Валерьяночка моя или коньячок. Ну ты вот пропагандируешь свободу, для меня тоже очень важно. Свобода во всем, ну в разумных. В разумных, нет, естественно, есть как бы границы, да, там, что ребенок не должен звездой лежать на пешеход, на, господи, на проезжей части и так далее. Но в общем и целом есть какие-то моменты, на которые можно просто не обращать внимания. Но ты разрешаешь дочке то, что она, вот она захотела куклу, а ты пошла ей купил. Нет, не всегда. Она заработает. У меня средняя какая-то, средняя арифметическая между ними. То есть заработать нет, то есть это не поощрение, как бы, ну я так не делаю. Захотела, то есть у нас бывает по-разному. То есть, допустим, вот я вообще делаю подарки из того, что я хочу. То есть это же я покупаю ей подарок, там, или папа, или бабушка с дедушкой, и это твое решение. Как взрослого человека, она маленький ребенок, она там не зарабатывает деньги, она зависит от тебя. То есть я хочу ей купить куклу, я иду покупаю куклу. Я не хочу, там, у меня нет там лишних денег и так далее. Я этого не делаю. То есть я не чувствую себя в том, что я там плохая мама, вот я тебе 145-ю куклу не купила. Вообще считаешь, у меня слишком много игрушек? Ну, а голос повышаешь, ругаешь? Бывает, но я стараюсь себя контролировать. И чем, вот, кстати, к вопросу о чем больше я в ладах с собой, тем больше я себя контролирую. То есть у меня, тем меньше мне даже не то, что это вот контроль, это что-то вот такое. А тебя это просто не парит. То есть ты такой сидишь, и ладно, вот у нас приезжали, приезжала ее подружка погулять. Они скачут, 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 а я лежу на диване в телевизорах, смотрю, думаю. Ай, ладно. Ремонт потом, видимо, будем делать. То есть как бы, вот просто... Ну, такой вот дзен какой-то. Да. Ну, то есть я считаю, что когда ты рожаешь ребенка, тебе нужно учиться с ним жить. Очень сложно ребенка подстроить под себя, потому что у него есть, точно так же, как у тебя, у него есть свои запросы. Это, опять же, моя философия. Материнство, оно такое тоже, как лакмусовая бумажка. Оно тебя вскрывает, и ты начинаешь оставаться со своими проблемами один на один. И, то есть у меня был в свое время период, когда сначала маску на ребенка, а потом маску на себя. То есть сначала все ребенка, а потом ты уже где-то потом. Дочка подросла, и я поняла, что я ее задушу своей любовью. То есть вот это вот. Ты туда не ходи, ты сюда не ходи, ты не прыгай, ты упадешь. То есть я просто ее задушую. Поэтому, как бы, мы перешли к новому процессу. Маску сначала на себя. Маме нужно на спа. До свидания. Маме нужно успокоиться. Счастливая мама, залог. Да, залог, счастливая семья. Вот, я абсолютно с этим согласна. То есть когда мама спокойна, то все остальное вообще, все нормально. Посмотри, приходит тебе доча, ей 14, и она говорит, мама, я люблю, не могу. Я думаю, что она придет ко мне, а не к подружкам хотя бы. Ну ладно. Вот представь, например, мама, люблю, я не могу. Кирилл, там, я не знаю, что ты скажешь. Ты ее как-то оградишь или что скажешь. Страдай, люби. Нет, ну мы будем общаясь с ситуацией, хотя поговорим, узнаем, кто такой. Для кого мама ягодку вырастила. С тяжелым анамнезом родителей нашей Маруси, да? Почему ей сердце разобьет? Я думаю, что она, я надеюсь, что она будет к этому готова. Не к тому, что ей именно разобьют сердце, а к тому, что она самый важный элемент у себя. Опять же. Сначала маску на себе, потом на всех остальных. Ты когда-нибудь чувствовала, что с тобой дружили ради выгоды? Нет. Не было такого? Никогда. А какую-нибудь историю можешь сказать, что тебя ранило в дружбе касаемо? Кого-то отбежало. У меня таких историй нету. Меня Бог отводит. Бог отвел раньше, чем что-то случилось. Я, я не знаю, это плюс или минус, я не привязана к людям. Нет, то есть, вот у меня есть друг, мы с ним, ну сколько, уже 17 лет вместе, 17 лет дружим, узал Джене. Я говорю, я тебя абсолютно люблю. Вот абсолютно я тебя люблю. И от того, что ты живешь в другом городе, мне неплохо от того, что ты уехал. Я знаю, что у тебя все хорошо. И мне хорошо. И мне не нужно скакать перед тобой, чтобы твое внимание на себя перетянуть. Я знаю, что ты у меня есть. И ты знаешь, что я у тебя есть. Все. Вот это дружба. А вот так, что ты ко мне не приехала, я полночи плакала, ну, это не мой формат. То есть, у меня такого, у меня нет таких людей даже. Я даже представить не могу, кто из моих близких может так сделать. А что тебя разочаровывало тогда и что тебя сейчас могут разочаровать? Есть такие моменты? Знаешь, я даже об этом никогда не думала. Ну, я вообще стараюсь на это не обращать внимания. То есть, если с человеком у меня отношения не сложились, то есть, вот он раз себя показал с не очень хорошей стороны, я просто ухожу и говорю, все. У нас нет второго шанса, наши отношения, это вот все. Вот мы расстались и все. То есть, я считаю, что здесь это такое. Людей невозможно переучить, и никто ради тебя не будет меняться. То есть, мы просто не сошлись. Ты не хороший, не плохой, наши внутренние ценности, они не коррелируются. Это нормально. Почему нет? А какие у тебя ценности в жизни? Наверное, это семья. В первую очередь. Свобода. То есть, мне очень важно. Вот почему, опять же, я из госслужбы, почему, я думаю, один из таких моментов, почему я туда не вернулась. То есть, мне важно быть свободной. Мне важно взять билет на самолет и ни с кем не согласовывать, что вот я уезжаю. Ну, то есть, я девчонок в известность на работе поставила, говорю, вот, у меня отпуск. Давайте подготовим все и все. А не так, чтобы вот у нас есть график, и все уже нормальные люди, кто старше тебя, в него вписались. А у тебя есть вот две недели там, в том месяце, который никто никогда не берет. То есть, не так. То есть, здесь ты сам хозяин своей жизни. И это важно. Ты все-таки, я думаю, ты лидер такой, ну, и по жизни, да, и на работе ты руководишь. А мне кажется, так сложно, ну, подобрать мужчину, которого не сломаешь ты вот этим своим лидерством. У тебя муж какой. Ты не даешь право быть главой? Да, конечно. Я просто вообще сладкий пирожочек. Сладкий бабулин пирожочек. Я дома абсолютно расслабленная. Я вообще не вижу... Это вот опять же стереотип, да, что если женщина там что-то делает, то она сразу дома вот... Нет, да, у нас действительно поделены бытовые обязанности. Расскажи, как вы готовите. Муж готовит ужин. Да. Вкусно готовить? У нас система питания нормальна. Не, мне нравится. Для большинства людей, наверное, нет. Но как готовлю я, это вообще отдельная история. У нас есть система питания, в которой мы живем, и в основном весь ужин готовится на гриле. То есть это рыба, это курица, это мясо. То есть бросить мясо на гриль, посолить. Ну, оно действительно гораздо вкуснее, чем я делаю, потому что у меня это все какие-то сухари напоминает. Но я люблю, чтобы было вот прям... Чтобы если рыба шумана, хрустела, курица хрустела, может, получается, очень вкусно. То есть если мясо, то с кровью. То есть поэтому готовят он. Завтрак мы готовим 50 на 50. Я ставлю яйца, режу овощи, он готовит тосты. Ну, а все-таки последнее слово за кем? Такого нет. Я считаю, что тут должен важен диалог. То есть мы с тобой поговорили, и мы с тобой решили. То есть и в воспитании ребенка то же самое. То есть у нас нет такого... Единственное, вот у меня единственный был момент, что я сказала, что она не пойдет раньше в школу. Я говорю, меня не переубедят. Никто! В твоем ободе? Да. А почему? Ну, потому что я не хочу, чтобы она тоже вот так же, как я в свое время страдала, что вот она младше всех, что она хуже в этом плане. То есть дети в какой-то момент бывают очень жестокие. И я не хочу до зря травмировать детскую психику. Может быть, тебе-то это помогло, если сказать, такое какое-то есть? А я не знаю. Вот это тоже, это как бы чужая душа потемки, и мой психолог так до сих пор и не ответил мне на этот вопрос. То есть как бы мы еще до этого не дарыли даже. На самом деле, я не знаю, помогло... То есть я такая, какая я есть. Но так сложилось. Вот опять же, да, то есть это просто сложилось. Но не у всех так может сложиться. А если у нее там, условно говоря, не будет какой-то поддержки или еще что-нибудь, или я где-то в этот момент не смогу ее поддержать, так как меня поддержали. Мне кажется, мы живем абсолютно в прекрасном паритете. То есть у нас, я говорю, то есть есть какие-то вещи, которые делает там только муж. Есть какие-то вещи, которые делает только я. Стиралку стираю. Я говорю, у меня, говорю, суббота, день стирки. И муж все время смеется, говорит, если ты с корытом на речку пойдешь. Я говорю, да. Я говорю, как енот с полоскун, буду в тазике сидеть. Когда ты мечтала переехать, уехать? Периодически. У меня периодически заскакивает такая мысль, вот даже она была абсолютно недавно, в сентябре. Я думаю, а переехать в Сочи? А вот здесь тепло, а здесь классно, а здесь морюшко. А потом я думаю, ну вот, допустим, у меня очень хорошо работает эта техника визуализации. Вот я переехала. Даже я купила квартиру там, где я хочу, допустим. Ту, которую я хочу. Все хорошо. А все же начнется по новой. Я же море-то только нюхать, дай бог, буду, да? И все будет то же самое. То же самое, как и здесь. Я здесь до Байкала доехать не могу, и там я до моря не дойду. То есть, как бы, от переменной мест, я от себя не убегу. Я буду точно так же работать, точно так же валяться на диване, ничего не делать, как бы, в выходные. Поэтому я не вижу в этом какой-то великой драмы. А ты любишь вообще гулять вон? Люблю. За что? Почему? Я родилась здесь, я выросла здесь, это мой дом. Я вообще не понимаю людей, которые говорят, ой, здесь все вот стремно, я отсюда уеду. Вот, это то, это все, ну, это твоя земля. Как бы, ты здесь родился, но ты попробуй что-то тогда сделать. Чтобы здесь стало лучше. А если нет, то молча уедет хотя бы. То есть, я как бы не вижу в этом какой-то великой такого. У нас любят вот эту драму, зато я в Москве, я говорю, ну, супер. Не все Москва столица. Это здорово, но я, допустим, не хочу переезжать в Москву. Даже здесь. Я тогда не хотела, а сейчас я тем более не хочу. То есть, это сад, няня, там, не знаю, одно, второе, третье. Это же где я их всех там найду-то? А потом школа. Ну, нет. Я здесь останусь. Мне здесь хорошо. То есть, здесь моя комфортная зона. То есть, я знаю, что я здесь могу что-то делать, что-то творить. Я могу с кем-то даже договориться элементарно. Опять же, потому что я здесь выросла. И половину людей мы знаем, потому что мы учились вместе. Мы гуляли вместе. Мы где-то там были вместе. Мы через знакомого знакомы. То есть, и ты звонишь, алло, привет. Ну, так и так. Ну, мне помощь нужна. Поможешь, сможешь, все отлично. То есть, это делается просто вот так. А не потому что, ну, там, 20 бумаг подписать. И там левой рукой подмахнули, и ты зашел. А не связано ли это с... Многие просто могут подумать. Мы сейчас разъясним, да, для зрителей. Не связано ли это с тем, что это страх в новое. Это лень, возможно, заводить новое знакомство. И типа, здесь проще жить. Я бы даже сказала, что это не страх. Вот в моем случае, то есть, может быть, у кого-то действительно есть страх. У меня это абсолютно рациональное решение. Можно просто сесть, элементарная техника, да, и выписать плюсы и минусы. И когда минусов вот, а плюсы то, что я буду жить возле моря. Если у меня, конечно, нет каких-то там сопутствующих заболеваний, там, типа, что возле морюшка нужно жить, да, там, не знаю, астмы, глиморита. Я не знаю, с чем еще живут возле моря. Ну, кроме того, что прикладывают море к больному месту, да. То есть, а потом, если говорить о России, ну, Россия, она везде одна. Вот честно. Мы собираем уже вопросы, да, и ты не знаешь, какой вопрос я выбрала. Нет, мне там понравился вопрос. Ксюша, рыжая, лучше. Нет, лучше, все. Нет, понравился тебе. А я выбрала, мне показался вам клевым. Вопрос от подписчиков. На какой вопрос вы бы сами ответили? Какой бы вы себе задали? Не знаю. Ну, вот правда, не знаю. У меня к этому жизнь не готовила. Не знаю. Мне кажется, у меня к себе вопросов с каждым годом, наверное, все меньше. То есть, они есть, но это больше к вопросу, почему ты так поступил. То есть, допустим, у меня есть какая-то ситуация, в которой мне не нравится мое поведение. Я люблю анализировать. То есть, я поступила неправильно. Призов неправильно не для кого-то, а для себя. И вообще, моя, не знаю, личная религия считает, что нужно жить по совести. Ты когда вот здесь веришь в то, что ты прав, ты прав. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...